Привет зритель! Ты уж простишь меня, что я тут без парада и без кольца лампового света. Я сегодня была в одном районе и зашла, раз уж была в этом районе в несколько мест попутно, шла я мимо Ермолина. Помните, когда-то у меня был ролик обзора Ермолинской еды и кто-то поболило, кто-то нет, а кто-то как реагировал. Я что-то так забыла про Ермолина, тут мне сказали, что там есть. В общем, место, где меня подстригли, рядом еще Ермолина. Мне сказали все время, как и познаватель на знаке Ермолина. Но теперь раньше было в одном месте, потом ушло и теперь пришло снова только в другое место. И я перулась, честно тебе скажу, с базы Вайтберрис. Да-да, с той самой базы Вайтберрис, с того самого Вайтберрис, которая трое суток как плевать хотела на своих клиентов. Ну ладно, мы сейчас не про базу Вайтберрис. Короче, я перлась. Думаю, они зайтили мне в Ермолину, для чего там есть. Хотя мне вроде ничего не надо. Ну, может сыра надо. Я вчера была в Ашане, хотела купить сыра, но он какой-то такой был прям чуть ли не дореволюционный. Очень старый сыр был. И ламбер, и ларес, и всех вариантов этот и ламбер, и ларес. А тут я увидела сыр. Сыр фасованный Ермолина. Брусок нарезка. 200 грамм, 179 рублей. Это, считай, ну, грубо говоря, 900 рублей за килограмм. Слушайте, Ермолина. Это какой-то охреневший сыр вообще-то. Наверное, супер сыр должен быть. Супер качественный сыр, потому что вот 836, что ли, вчера за рублей за килограмм грецкий орех ларец, я видела. Чуть было не купила, но он так странно выглядел. Я подумала, фиг знает, может он там лежит уже вот с лета прошлого года. И не купила, поэтому я купила вот это. Тут у нас он 26 февраля сделан в 11.42 и до 28 марта он живет этого года. Состав нормализованное молоко, соль, ферментный, препарат лизоцима из яичных белков. Обалдеть, первый раз про такое читаю. Экстракт сычужного фермента животного происхождения, регулятор кислотности, молочная кислота, краситель аната Е-160Б, закваска, мезофильные молочные микроорганизмы, натуральный биоконцентракт на основе натомицима Е-235. Противопоказано при эндуральной переносимости, не содержит ГМО. Учитывая сколько тут всяких хреночений делали это из, ну еще и нормализованное молоко. Но не будем говорить, что это даже не написано, что тут из сухого молока. Это молоко, которое прошло термическую обработку. Из такого молока, как стоит в пачечках такие, по полгода-год стоит, наверное из такого молока, откуда уже все померло. Просто когда я получала закваски от Багдраф на обзор и читала информацию, что такое, я поняла, ну зачем в молоко добавляют эти закваски. Нормальное молоко не надо закваски добавлять. Вот из-под коровы, козы там или еще какого-то животного. Парнокопытного, молоко дающего. Оно с кислость самой, там можно сделать и творог или еще что-то. В общем, вот такой сыр. Сейчас я при тебе его скрою, отрежу. Если ты увидишь этот ролик, значит этот сыр можно есть. Надо было, конечно бы, ножницы взять, а не пилить. Слушай, сыр пахнет сыром. Если он мне понравится, даже несмотря на то, что всего лишь 200 грамм за 179 рупий. Кошка прыгнула. Она тоже увидела этот сыр, видимо. Я, наверное, сейчас положу камеру так, чтобы было видно, как я это режу. Чтоб ты уж поверил. Вот, зритель, тут видно часть меня. Я как-то не догадалась, как бы это нормально так положить. Тут с двух сторон такая вот, ну как бы, как тут, вот, шершавенькая такая фигня. Я обычно такую фигню шершавенькую кошке отдаю. Режется хорошо. Ну шо, зритель, я его уже куснула еще, когда камера на низ была направлена. Он, видимо, защищался той этой такой восковой фигней. Или не восковой. Он, конечно, отличается от ломбера и гореца. Но учитывая, что кошка унюхала и прыгнула на стол, правда, уже упрыгала надом. Орешек пытается лесной достать, чтобы им поиграть, а он у него закатился под холодильник. Но можно попробовать ей дать. Кошка, Алиска, Алиска, я не на нас, ну ладно. Может быть, я засниму шорсом, как она жрет этот сыр. А может и нет, я сейчас, ты-то не видишь, но я сейчас еще отпилю кусочек. Так получилось, что я забыла купить хлеба. Потому что у меня был лаваш из Ашана купленный. Я как-то не успела сама замутить хлеба. Нет у меня хлеба, я весь лаваш схомячила. Я хотела сначала вместе с сыром его тебе показать. Вкусный сыр, зритель. Ермолинский сыр. 179 рупий за 200 грамм. С дырочками. Пахнет нормальным таким сыром. С хорошими такими дырочками. Сейчас последний кусок отхомячим. У меня тут есть чай в чашке. Чай с сыром. Можно купить, порезать тонко. Или разложить такой сырной тарелкой. На какой-нибудь типа соболтуй. А можно булочку маслицем намазать. Сыр положить вот такой. Почтаем, так как мячик, к сожалению, булочки тоже не мазать. Мне еще только маслицем. Вот. В обычной такой упаковочке кусочек фасованного сыра. Если ты, зритель, его уже пробовала, я слоупок, ты дай знать в комментариях, скажешь, Лёля, я такой сыр уже пробовала, у них, может, еще какой-то сыр есть. Будет интересно узнать, почитать это да и т.п. Ну и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.